Окей, пишем коротко свои жалобы, что хочется разобрать, как это выглядит. Поехали. Сейчас я остановлю на секундочку. Погодите, надо прочитать. Я остановлю на секунду. Я остановлю на секунду. Я остановлю на секунду. Часто испытываю стыд и потом дрочу себе голову за свои поступки. Давайте начнем с социофобии и вот с такими вот стыдом. Да, Катя, позвоните мне, пожалуйста. Катя, позвоните. Алло. Екатерина. Здравствуйте. Добрый вечер. Какая у вас интересная аватарка. Что вы ноги там задираете? Пилонистка. Что это? Пилонистка. А, пилонистка. Понятно. Интересное определение. А, это эти. Шестом, да? Вот эта вот штука. Да. То есть у нас накачанные руки и плечи. Круто. Да. Так. Давайте поподробнее. Поехали. Катя, с чего все началось, как развивалось, сколько вам лет, если можно. А я постараюсь вам помочь. Поехали. Да. 23 года. В принципе, я думаю, что все эти проблемы начались еще, когда мне мать очень часто говорила, вот так не надо себя вести. Если узнавала, что у меня какие-то отношения, что вот то-то я не делаю, это тоже не делаю. Она постоянно меня стыдила. А когда началось все это состояние, ну, сам невроз, то она очень часто говорила, особенно когда в магазине мне становилось не очень хорошо, но это были просто панические атаки, то она говорила, что мне стыдно за твое поведение. То есть, ну, как-то вот меня это очень сильно задевало всегда, что за меня стыдно. И очень часто родители и отец тоже с отцом не очень хорошо отношения были. Тоже говорю, что ему как бы стыдно за меня. А вы любите одеваться достаточно романтично? Ну да, я бы... Как вам кажется, почему я догадался, почему вы любите так одеваться? Ну, мне кажется, тут и так все видно и понятно. Но учитывая, что я вас не вижу. Ну, в том плане, что я занимаюсь таким видом спорта, вроде как нас спортом называют, но мне, например, не стыдно, если мне называют стриптизерши. Мне не стыдно за это. Тут дело даже не в этом, а тут дело в другом. А с каких лет вам родители говорили, что им начало быть за вас стыдно? Ну, наверное, почти с самого детства. А именно вот по... Ну, наверное, с полового взросления, как его зовется, половое что там, созревание. Ну, где-то, наверное, лет с 14 у меня все началось, а все эти, какой-то, как сказать, ситуации, когда мама говорила, что стыдно за меня, то где-то лет с 16-17. Ну и, соответственно, первая интерпретация классического психоанализа, что на самом деле все эти ваши одежды, чулки, сетки и пилон, это такой некий протест сексуальностью против подавления. Возможно, не совсем еще понимаю. Не понял. Давай вернемся к твоему вопросу. Переживаю о том, что подумают обо мне люди, часто испытываю стыд и потом, вот тут слово «драчу» очень неместно сейчас у нас появляется, люблю психоанализ очень, себе голову за свои поступки. А можно поподробнее по поводу «драчу» и по поводу за свои поступки? Да, очень часто я испытываю стыд и тревогу в ситуациях, когда, например, я просто иду по улице и упала. А вы часто падаете по улице, да? Вы часто падаете. Ну, например, подскользнулось у нас уже достаточно холодно, скользко и сразу эмоция. А что обо мне сейчас подумают люди? То есть это постоянно. И я прорабатываю каждый вечер таблицами, но пока все равно очень много переживаю за это. И потом эту ситуацию... Стоп, останавливайся. Давай здесь кое-что доработаем. Значит, первая колонка ситуации. Я подскользнулась и упала. Вторая колонка, например, чувство стыда, эмоция стыда. Так? Да. Поехали. Третья колонка. Автоматические мысли. Как ваши выглядят? Что обо мне сейчас подумают люди? Наверное, я неуклюжая. А если я неуклюжая, значит, я какая-нибудь дура. Ну, примерно то, что такое я здесь думал. То есть, если вы упали, это равно неуклюжая, а неуклюжие все дура. Да. Ага. Потому что надо быть не дурой. Да. Надо смотреть под свои ноги. Нет, подожди. Дело не в ногах. А чтобы не быть дурой, надо что делать? Надо вести себя определенным образом. Ой, интересно, каким? Ну, как говорил мне часто отец, смотреть под ноги и... И держать их сомкнутыми, наверное. Да? Наверное. И как у нас дела с ногами? По вашей аватарке вижу, что с ногами у вас все хорошо. Они как-то стремятся в разные стороны. Да. А говорили вам их сомкнуть? Ну, да. Очень часто просто слышу это от отца. Ну, я так и понял. Я поэтому это и говорю. У меня тут крустальный шар стоит возле монитора. И, видимо, это такой протест папе, что я их все-таки раздвину. Не знаю, возможно. А ей от этого бывает и стыдно, и хочется. И хочется, и колется, и папа не велит. Ну, типа того. Понятно. Есть, например, на интерпретации сейчас первая, вот эта первая часть по поводу психоанализа с ногами. Именно поэтому выбрали пилон. Очень интересный социофоб с пилоном с ногами выше макушки. Прям такой социофоб ноги задирает только в путь. Понятно. А молодой человек есть у вас? Постоянный? Постоянный? Нет. Какая неожиданность, да? Было много отношений, и не получилось. Ну, потому что стабильность вас расстраивает. Стабильность? Постоянство в парне. Скучно вам становится с постоянным партнером, да? Ну, не совсем. В основном, больше причин-то не во мне было. Ну, естественно. Вас-то никогда причин не будет. В основном в них. Они перестают что делать? Удивлять? Вот. Поэтому и скучно. А удивлять нечего. Уже все высосано, вылизано, изведано, протоптано. Как-то скучновато. Не думала об этом, если честно. Ну, вот теперь начнете думать. Потому что такая форма протеста всегда стремится к насыщению. И к чувстве похвали. Посмотрите, какая я. Я тебе нравлюсь. Я тебе нравлюсь. Да, ты мне очень нравлюсь. Все, пошел нафиг. Следующий. Я тебе нравлюсь. И пошло, поехал. Так? Да, точно. Точно. И вы хотите сказать, что это социофобия? Нет. У меня нет социофобии. Я бы не сказала. Я бы тоже не сказал. Хорошее начало сегодняшнего разбора. Очень-очень жизненно, я хочу сказать. Вы классическая девушка. Вы мне очень симпатичны в этом смысле. Потому что вы честная, очень честный случай и очень частый случай психоанализа, что такое невроза. Сейчас мы еще к когнитивке перейдем. Потому что здесь можно... Кате, да? Да. Потому что Катю здесь можно препарировать с точки зрения когнитивных искажений. Сейчас я покажу, как Катя препарируется с точки зрения когнитивных искажений. А можно Катю препарировать с помощью фаллосов. Я имею в виду с помощью психоанализа. Да, где вот то, что я сейчас как раз и делаю. Окей, Кать, понятно, первая психоаналитическая интерпретация о том, что папа создает некую цензуру нормативности, нравственности и правильности, но, видимо, ваше половое влечение и ваша сексуальность стала развиваться достаточно рано. Да, и вот этот внутренний бунт, да, вот это внутреннее желание нравиться в том числе сексуально папе, если бы я был классическим психоанализом, это вот тема про папу, про соблазнение папу, поэтому вы безумно любите соблазнять пацанов, особенно которые попадают ваши авторитетные такие ребята, чтобы они были прям ух, и вот вы пошла в разнос по полной программе, чтобы только завоевать внимание этого мужчины. Какие используете тактики, чтобы мужчин завоевывать? Я опасный человек, Катя, я вас забыл предупредить, извините. Да, я понимаю, просто я использую какую-то тактику, но как ее объяснить правильно? Ну попробуй, ну ты анонимна же здесь, давай попробуй как-нибудь объяснить ее. Я показываю, что я могу, в принципе пытаюсь понравиться любыми способами, рассказываю, кто я, чего я добилась, что я это умею, что я это умею, то есть привлекаю внимание. Как повезло-то вашим партнерам-то, когда вы там начинаете показывать все, что вы можете и как, я думаю, что люди удивляются очень сильно. Да, и как раз таки мне это нравится, когда я от человека ввожу какой-то шок, удивление, вот у меня вообще-то эта эмоция просто, она будоражит меня. Верно. С точки зрения психоанализа она вас будоражит именно потому, что это та самая, ну интерпретация сейчас психоаналитическая, это та самая девочка, которая хочет произвести сексуальное впечатление на папу, но папа очень нормативно и не поддается. Поэтому это переносится из детского подавленного инстинкта на других мужчин. Причем они у вас будут градироваться очень четко. Есть мужчины, которых вы захотите соблазнить и произвести на них впечатление, а есть мужчины, которые вылетят из этого, и вы никогда к ним не подойдете. Если вы будете наблюдать за портретом мужчины, которого вы хотите соблазнить, то вы увидите, что там есть сходство. И, как правило, это такие фигуры, именно отцовские фигуры. Поэтому это первое, на что вас хочется обратить внимание. Второе, что сам по себе пилон и самое по себе ваше поведение говорит об очень сильной внутренней сексуальности. И вот этот ваш посыл под названием «Где он?», переживая о том, что подумают, Катя, намекает мне на то, что вы, скорее всего, сами-то как относитесь к этому своему влечению, к своей сексуальности? Ну, на самом деле, в последнее время, особенно во время тренинга, многое в себе я нашла интересное, особенно на эту тему. Хорошо, давайте я прямо вопрос задам. Вы стесняетесь и вините себя за некоторые сексуальности? Есть немного. Вот этот стыд, о котором вы писали в заявке, переживая то, о чем обо мне подумают, это то же самое, о чем я сейчас говорю. Я хочу быть... Смотри, как это выглядит. Я хочу быть собой, я хочу быть яркой, я хочу соблазнять, я хочу, чтобы меня хотели, я хочу, чтобы мной радовались и любовались, но в то же время я этого не хочу, потому что это стыдно, и мной будут стыдиться, и это плохо. И вот это классика внутреннего конфликта, который называется обсессивно-психостенический, где есть внутреннее очень сильное стремление, а в то же время есть очень сильное подавление цензуры. Перенос на отцовскую фигуру связан напрямую с сексуальностью, поэтому ваши ноги стремятся вверх, если не сказать по-другому, потому что это как раз и есть тасавленная демонстрация подавленной сексуальности. То есть пилон вам помогает. То есть если бы вы не занимались пилоном и не занимались бы спортом всем, что касается тела, вы бы, простите меня, хлюпали бы ходили. Потому что слишком сильное будет внутреннее влечение и подавление. Поэтому то, что вы выбрали, это хорошо. Теперь давай... Мне это помогло. Да, я понял. Теперь давай вернёмся к стыду. Давай сейчас попробуем откровенно. Что сейчас вызывает стыд? Но не на разборе, а в жизни. Какое поведение? Вот, например, ситуация. Я упаду и все подумают, что я дура. Вопрос такой. А что будет, если о вас все подумают, что вы дура? Ну, значит, со мной не захотят общаться? Или... Честно, сейчас подумаю. Если со мной не захотят общаться... Значит, я буду никому не нужна, поэтому на меня никто не будет обращать внимания. То есть, если на меня не обращают внимания, значит, я не такая и крутая, образно говоря, если по-честному. Вот, смотри, как получается. То есть, получается, чтобы привлекать, соблазнять, у вас есть определённая стратегия. Слушайте внимательно. Чтобы я была любима, чтобы я была желанна, я должна быть... Какой? Не падать, не оступаться. Идеальный. Быть идеальный по-своему, быть идеальной любовницей, быть 24 часа open для любимого, придумывать какие-то сексуальные истории и так далее, и тому подобное. И социально вести себя так, чтобы никто не подумал ничего плохого, чтобы меня все хотели. И чтобы я всем нравилась. То есть, вот этот ключ, желание понравиться всем, желание соблазнить всех. То есть, когда вы заходите в помещение, и вы чувствуете, что все парни напряглись, и ширинки их тоже напряглись, вот тут вы чувствуете себя очень хорошо. Но одновременно... Что ты там хихикаешь? Всё верно. Но когда вы это почувствуете, вместе с этим возбуждением внутри сформируется страх. Какой? Точнее, чего? Что, а вдруг... Вот здесь ступор, пока не знаю. А вдруг я упаду? А вдруг я подскользнусь? Да, вдруг я позорюсь? Да. Понимаешь, да, как это на стыке работает? То есть, очень сильное желание в соблазнить и понравиться, будет прямо пропорционально сильному желанию не лохануться. Потому что очень гипертрофированное желание соблазнить и понравиться всем. Корректировать, Катя, это нужно с помощью изменения самой стратегии всех соблазнить и всем понравиться. А действительно ли мне нужно и важно, чтобы я всех соблазнил и всем нравилось? А действительно ли, если я не в чём-то вкусе, это так невыносимо и плохо? А что будет, если я не понравлюсь? Вот, например, давай представим себе такую ситуацию. К тебе подходит парень, он тебе понравился, вы что-то разболтались, он потом тебе говорит, ты знаешь, Катя, извини, давай прекратим общение, ты не в моём вкусе. Первые автоматические мысли какие? Мысли, значит, я какая-то не такая, значит, я некрасивая, значит, я плохая, неидеальная. Останавливайся. В чём ошибка? Можно сейчас сама подумать? Да, потому что у всех разные вкусы, разные мнения, я не обязана всем нравиться. А ты как сказала сейчас? Что именно сказала? Ну вот, если я ему не понравилась, значит, во мне что-то не так. Да, это были автоматические мысли, сейчас такие ситуации возникают, я говорю себе, что у всех разное мнение и разные вкусы, потому что мне самой даже не все люди нравятся, и некоторым я также могу ответить, что вы мне не в моём вкусе. Достаточно хорошая коррекция вашего невроза будет тогда, когда вы будете понимать, первое, причинно-следственная связь, желание соблазнять и нравиться, второе, допускать, что вы можете производить неидеальное впечатление и не нравиться, и вообще быть осуждённым и несправедливым. И не бояться показаться смешной, и не бояться, самое главное, показаться простой. Поэтому у меня для вас есть задание. Одеться как можно проще, без всяких чулков, клетки, сетки, пушапов, открытых блузок, просто простые джинсы. Мешковатый свитер, который вскрывает вашу фигуру, и с отсутствием практически макияжа. Так, чуть-чуть. И пойти в самое популярное кафе-место города. И посидеть там с подругами. Сразу вопрос, напряжно? Ну, так, с одеждой немного напряжно, с остальными нет. А с одеждой напряжно почему? Ну, потому что это не будет подчёркивать, и я буду автоматически, я знаю, выбирать то, что подчеркнёт мою фигуру. Молодец. Почему я такое задание дал? Чтобы я поняла, что я, возможно, могу не всем нравиться, и могу нравиться даже в таком виде. Не совсем понимаю сейчас. Смотри, как у тебя мозг работает. У тебя мозг работает на поиск «нравится», понимаешь? Да, понимаю. И у тебя фигура, и джинсы, и обтекающая, обтягивающая одежда и так далее, и все твои сексуальные прибамбасы, это всё способ «нравится». А я хочу, чтобы ты научилась жить без этих способов, а просто кайфовать. Поняла, то есть... Чтобы ты поняла, что ты от этого свободна, иначе ты станешь заложником, точнее, продолжишь быть заложником. То есть я хочу, чтобы ты убрала те тактики, которыми ты пользуешься. Не краситься, одеваться мешковато, ну, эпизодически. И доказывать себе, что ты можешь контактировать с обществом вне наличия тех стратегий, которые у тебя были. Где у тебя нету поддерживающей формы поведения «нравится». У тебя мешковатый свитер, у тебя нет макияжа, у тебя нету торчащих сисечек из пушапа, растушеванных этих самых теней. Ты обычная девчонка с непонятным очертанием фигуры. И вот тут мы тебя депривируем. Ты становишься как кошка с вырванными когтями в этот момент. Так же, блин, чем же их соблазнять-то? Появляется неуверенность, тревожность. И вот тут как раз и является точка твоего развития. Потому что весь твой невроз и все твои тревоги основаны на твоих тактиках. И вся твоя тревога, вся твоя паника будет исповедоваться из одной философии. Если вдруг твои тактики будут нарушены. Но, предположим, ты обостришься очень тяжело, если, предположим, что-то случится с твоими главными тактиками. Например, с фигурой. Да, я этого боюсь очень сильно. Я знаю, я сам тебе могу сказать, что ты боишься очень сильно, больше, чем ты сама даже. И если, и вот тут, вот тут растет весь твой сорняк невротический. Понимаете? Я понимаю, да. И пока мы с тобой не перестанем хотеть применять вот эти твои тактики по поводу фигуры, по поводу фигуры, по поводу всяких сексуальных утех, радовать, покорять, соблазнять. Нет в этом ничего плохого, Кать. Как говорится, welcome. Но делать это инструментарием «я равно нормальная» – вот это невроз. Понимаешь, о чем я? Да. Поясни сама, о чем я. А теперь свяжи это с твоим страхом. Я боюсь быть неидеальной, боюсь, что я буду некрасивой или толстой. И я не буду нравиться людям, я не буду привлекать внимание. А если не буду привлекать внимание, то у меня практически теряется смысл жизни. Так можно сказать. Смотри, какая интересная штукинца. Если меня не хотят, и я не привлекаю внимания, я ничтожество, и смысла жизни нет. Вот ты только что произнесла вслух все твои невротические основы. Меня можно только любить и уважать тогда, когда я сексуально привлекательна. Получается, ты, Катюш, заложила бомбу замедленного действия. Понимаешь, к чему я? Тебе сегодня сколько? 23? Катя. 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 Да, да. Вернись. Тебе сегодня 23, да? Да. Ты понимаешь, что ты заложила бомбу замедленного действия в свой невроз? Да, понимаю. Каким образом? Я понимаю, что это меня может просто довести, так как это меня уже довело. Во-первых, тебя это уже доводит и взрывает, но есть детонатор еще сильнее. Понимаешь, какой детонатор еще сильнее? Пока нет. Возраст. Да, тоже страх адский возраст. И если ты сейчас меня не услышишь и не начнешь снимать твои тактики, вот так вот каждый день, не соблазнять, не подчеркивать. Конечно, ты иногда можешь это сделать, чтобы со словами, о, сейчас я пойду соблазнять пацанов, чтобы понравиться и произвести впечатление. Но ты это делаешь осознанно. Но в большинстве случаев в обычной жизни ты отказываешься от этих тактик и видишь, что никто тебя меньше не любит и видишь, что ничего в твоей жизни не меняется. Поняла меня? Да. И вот здесь весь путь твоего развития будет. Потому что когда ты сможешь и надеть обтягивающие, видите, джинсы, и красивое платье, и просто мешковатое платье без фигуры, и просто без макияжа, и сказать, ну ничего страшного, меня от этого меньше любить нельзя. И если я кого-то не соблазню и галочки там свои не поставлю, ничего страшного, в этом мире не произойдет. Потому что тебя бомбит только тогда, когда тебе либо мешают, чтобы ты понравилась, либо ты не нравишься, либо у тебя не получается. Либо ты очень боишься, что ты не понравишься и придумываешь себе кучу всяких аргументов. А вдруг я подскользнусь? Потому что принцессы же сексуального соблазнения не подскальзываются. Смотри, насколько ты, как правильно ты сказала, во всех смыслах задрочила себя. Ты меня слышишь? Да, я слышу. По полной программе. Потому что любые действия под названием подскользнулось, поперхнулось. А ты скажи, пожалуйста, ты при парне кушать можешь в кафе? Да, легко. Отлично. Это, значит, не такая тяжелая у тебя патология, потому что обычно такие девочки, как ты, даже есть в кафе не могут. Да, их только есть, я могу и пиццу руками есть спокойно. Но тогда у нас с тобой хорошие прогнозы, потому что, значит, вот смотри, как интересно. Если ты можешь пиццу есть руками, но подскользнуться не можешь, можешь мне объяснить разницу? Если о тебе кто-то подумает со словами, смотри, какая хабалка, пиццу ест руками и так далее, и так далее, и тому подобное, и это тебя не парит, а подскользнуться где-то тебя парит. Объясни разницу. Честно, ступор. Я понимаю, но если бы ступора не было, как бы эта разница выглядела? Возможно, я не могу быть уверенной в этом, но когда я уже сижу, ем с человеком, я его уже знаю, я с ним уже познакомилась и уже могу примерно понять, нравлюсь я ему или нет, почему ты в это в голову пришла. Я понял. Умничка. Смотри, что ты сейчас говоришь. Ты говоришь, когда я прощупала, что я ему уже нравлюсь, и когда я поняла, что он в моих ежовых рукавицах, и я знаю, что он уже потёк, и язык у него высунулся, я могу расслабиться, потому что он мой, и галочка поставлена, всё хорошо. Но пока ты этого не достигла, ты будешь напряжена. Тебе понятно, с чем связаны все твои напряжения? Подскользнуться и так далее? Примерно. Мне ещё нужно будет разобрать. Произвести впечатления, которые якобы тебе мешают понравиться. Твоя главная задача, запиши, перестать хотеть всем нравиться. На поведенческом уровне это должно быть закреплено. Как перестать всем нравиться на поведенческом уровне, Кать? Верни губы к микрофону. Я здесь? Меня слышно нормально? Теперь да. Я перестала говорить всем да. Если, например, меня зовут в кино, и я не хочу, но я хочу понравиться этому человеку, то я всё равно отказываюсь. И пытаюсь не понравиться всем. Как-то меняю немного поведение. Можно я тебя прерву, только ты не обижайся. Я сейчас один пример приведу. Да, конечно. Ты не комментируй ничего, просто меня услышь. У меня была одна клиентка когда-то, очень на тебя похожа. Ну, неврозы очень, они и разные, и одинаковые, и одновременно. И у неё был такой пунктик. Тоже нравится парням, только у тебя свои тактики, и у неё свои тактики. И у неё был очень сильный такой интересный поведенческий аспект. Она, если сходила с парнем на три свидания, она должна была ступить с ним в половую связь. Потому что он расстроится. Три свидания же прошло. Но, и здесь у этих девушек есть очень, очень уязвимая черта. Я всем хочу об этом сейчас сказать. Не только тебе. Если есть такое сильное желание понравиться этому парню, тобой можно сманипулировать очень просто. Смотри, как это делается. Он чувствует, что ты хочешь ему понравиться. Но ты не включаешь доступность в сексуальном плане. И он начинает выстраивать поведение, как будто он на тебя начинает обижаться. И ты не включишь заднюю, потому что ты же ему понравиться хочешь, и ты скажешь, ну окей, хорошо, я хочу тебе понравиться, поэтому вот она я какая. Поэтому спровоцировать тебя на секс несложно. Даже если ты бы не очень-то и хотела. Хотя тут тоже отдельная сексуальная тема, потому что секс ты будешь тоже использовать, как я понравилась. Потом его будешь допытывать. Ну как тебе со мной? Или выполнять там глубокий горловой минет в шпагате и на мостике, чтобы произвести впечатление. Поэтому уязвимостей, Катя, много. Сейчас понятно, над чем работать и почему такие страхи? И причем здесь папа и пилон. Да, вот сейчас вы сказали эту историю. Это я очень прекрасно понимаю. Пересматривай вот этот фрагмент. Это вообще отдельная тема, по которому даже ролик еще ни один не был снят на канале. Может быть, стоит этот фрагмент вообще... Этот фрагмент просто очень многим девочкам поможет. Ты не представляешь, сколько девчонок вот в России с 15 лет до 25 имеет ту проблему, которая есть у тебя. Просто она может быть ярко выраженной, а может быть менее ярко выраженной. Ты типичный представитель женского пола, который сексуальностью доказывает свою значимость. То есть, если бы папа в твоем детстве не подавлял бы твою сексуальность и пошел бы навстречу, то ты бы не развила бы эту бы тактику, потому что ты бы сказал, что папа меня и так хочет. Ну, метафорично. Мне не нужно для этого задирать ноги выше ушей. Но поскольку папа был неприступен и поскольку папа подавлял твою сексуальность и словами «Мне стыдно за тебя, сдвинь ноги», «Мне стыдно за тебя, сдвинь ноги», то вот эта агрессия сексуальная, она сегодня, ввиду покорения мужчин, она разбрызгивается дальше, Катя. Тут есть такая проблема, почему я догадался, что стабильного парня нету. Потому что она будет постоянно работать в виде доказательства, в виде постоянной потребности завоевать папу, в кавычках. Понимаешь? И вот это постоянное завоевание пацанов в какой-то момент может привести себя просто к депрессии. Потому что в какой-то момент, сидя на члене очередном, ты поймешь, что что-то как-то я не то делаю. Услышала меня? Да. Довольно? Да. Переслушай этот фрагмент, я его тебе вырежу, окей? Хорошо, спасибо. И еще раз со свежей головой переслушай потом, ладно? Да, хорошо, спасибо. И веди когнитивную таблицу, и последняя тебе обратная связь. Ты имеешь полное право на свою сексуальность, и ты имеешь полное право на свой секс. От него отказываться тебе не нужно. Мы не про это говорим о том, что ты плохая. Мы говорим о том, чтобы быть такой, какая ты есть. И если уж ты любишь секс, и ты любишь соблазнять, и ты любишь нравиться, это прекрасно, и я только поддерживаю тебя. Я просто не хочу, чтобы ты так сильно боялась не понравиться и делала все, чтобы понравиться. Понимаешь? Да. То есть, мне надо, чтобы ты сказала, так, алло, да, я люблю секс, да, я люблю радовать, да, я люблю своего мужчины радовать, 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 но я, простите, тоже мне как бы не 24 часа в сутки открыто. И потому что понятие чувства собственного достоинства, оно должно перевалить через желание всем понравиться. Чтобы не было такого, я это сделаю, несмотря на то, что он не очень-то достойный и не очень ко мне хорошо относится, но просто, чтобы он понял, какая я офигенная. Поняла, о чём я? Да. Молодец. Вот тебе такой психоаналитический разбор. А можно у вас вопрос? Да, можно. Сейчас, подожди, ты пропал. Пошли сопротивление. Сейчас слышно меня. Сейчас, да. Можно у вас вопрос? Угу. У меня можно вопрос. Если я буду ходить в такой одежде, да, как мне сказали, без макияжа и так далее, а потом пойму, что, как бы, в принципе, я, ну, свою ситуацию немного уже проработала. То есть я могу носить всё, что мне хочется, всё то, что мне удобно, потому что очень часто замечаю, что я специально выбираю одежду. Я тебе по этому заданию про одежду дал, потому что я и так вижу твой гардероб. Особенно твоё количество твоё количество твоего белья с чулками. Что правда-то правда, скрывать нечего. Да я и так это вижу. То есть потом я могу носить всё, что мне хочется и уже знать, что я это делаю неосознанно, а не для того, чтобы понравиться. Умничка. Умничка. Чтобы ты одевала всё это красиво, не бессознательно, потому что, а потому что ты говоришь, я действительно иду на свидание, мне действительно хочется понравиться, потому что всё возможно. И ты чётко понимаешь, что ты делаешь. Но в следующий день, когда ты пошла просто в Икею или в какой-нибудь магазин, ты просто наберила треники, какую-нибудь там капюшончик и сказала, ну чё, пацаны, принят. Да, ну, поняла? Да. Супер, умничка. Спасибо тебе за звонок. Спасибо вам большое, до свидания. Не за что, успехов. Предлагаю этот фрагмент вырезать для канала, потому что это очень прикольный случай, который очень типичный. Понравился разбор, девочки? Кто тут есть у нас, девочки? Это очень типичная история, когда девушка, вот Вике Саеве бы этот фрагмент очень понравился, я её ей потом скинул. Она прям, это её тема. Очень часто девушка испытывает сексуальность как способ подтверждения того, что она нужна. И там будут крыться все её косяки в плане неврозов, понимаете, да? И главная моя задача, которую я пытался Кате показать, это научиться не пользоваться сексуальностью как единственным главным оружием. Потому что вот папа нормативный, который подавлял влечение девочки, он её провоцирует на сексуальную агрессию в будущем. Видите, куда у неё ноги задираются уже? Это как раз и есть такая вот штучка. И поэтому вот сейчас она меня услышала, потом ещё раз переслушает, и она всё для себя поймёт, потому что у неё сейчас кукушка включится. Она начнёт каждый раз понимать, что она делает. И если у меня будет возможность с ней проконтактировать через какое-то время, будет очень интересно, если бы вы увидели, как она поменяется. Я не говорю, что она станет последней девственностью планеты и уйдёт с пилоны, вовсе нет. Но то, что она начнёт делать то, что она хочет на самом деле, потому что она же стала сейчас заложником своей сексуальности, вы понимаете, да? Слышали последний её комментарий? Я могу что, одеть то, что я хочу, а не то, чтобы вот было на показ? Я говорю, ну прикинь, да? То есть я могу не нравиться мужчинам, и это нормально? Я могу быть не идеальный, правда, папа? И ты всё равно меня будешь любить? То есть если я не буду тебе сосать с утра до вечера, я что, тоже нормальная девочка буду? Вот это всё туда. Окей. Урюпинск, привет вам всем. Спасибо. Нас смотрят даже в Урюпинске.